Яркий, мигающий, разноцветный, пропитанный духом Нового года наряд примеряет на себя наш город. На самом деле эта задача непростая. Каждый год он должен не просто не уступать в красоте убранства себе прошлогоднему, а становиться только красивее, интереснее и необычнее. Людей важно удивлять. Специалисты Бресской дорожно-эксплуатационной службы традиционно начали работу еще в ноябре. Подготовка к Новому году начинается сразу после демонтажа старого Нового года. Потому что в любом случае оборудование работает, вы сами видите какие погодные условия, то снег, то дождь, морозы, солнце выходят из строя. То есть процентов, наверное, 60-70 подлежит ремонту. Ну и, соответственно, занимаемся по мере возможностей. Все металлические конструкции, они тоже ржавеют, их надо красить, надо все это заниматься. Ну, занимаются в основном украшением города. У нас есть отдельный участок, участок художественного формирования города. На этом участке работает 12 человек. Вот они и в основном делают. Но плюс эти все люди занимаются и сценой, и украшением города. Действительно, работа налицо. В город вернулись полюбившиеся всем сюжеты. Переливающиеся арки, карета, колокольчики, снеговики, словно нарисованные елки. Космические фонтаны, конечно, подогревают искрящуюся атмосферу праздника ежегодные ярмарки. Наша общая новогодняя сказка дополнилась новой иллюминацией, стала большими с праздничными инсталляциями. Каждый день подключается новое и новое световое оборудование, создавая ту самую, такую необходимую нам всем волшебную атмосферу. Сегодня город оформлен новогодней иллюминацией на 95%. Но впереди еще много сюрпризов и новинок, которые пока держатся в секрете. Совершенно новый проект. Они рождаются так. Мы мониторим все города в основном, где что было, где что есть красивое. И заказываем иногда дизайнеров, чтобы они под наше место что-то придумали свое. Они предлагают несколько вариантов, мы выбираем лучшее. Новое. Я сторонник того, что рассказывать заранее про новые сюжеты не стоит. Понимаете, когда уже рассказал, народ все это знает, ну не очень. А когда пришел, раз, оно новое, что-то загорелось, оно дает эффект. В Бресте немало примеров эффектного, радующего глаз новогоднего оформления, подготовленного горожанами, представителями промышленных объектов и организаций. Один из таких – парк мира, давно ставший местом притяжения брещан в любую пору года. Ну а зимой он особенно наполняется радостью и позитивными эмоциями взрослых и детей. Украшения новогодние – это очень дорогое удовольствие. Поэтому, кто деньги, у кого есть, вкладывает деньги, у того очень хорошая подсветка. У кого есть бюджет ограниченный, там немножко послабее. Савушкин продукт, по-моему, вне конкуренции. Ну вы зайдете в парк мира, проедете мимо Савушкина продукта и все посмотрите, там все видно. Очевидно одно – мы все творцы своей жизни. От каждого из нас зависит, насколько мир вокруг нас будет красив. Если каждый приложит усилия, внеся свою лепту, в итоге мы получим невероятный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова